ЦСКА и Краснодар неожиданно оступились в 18-м туре. Накануне в российской премьер-лиге, РПЛ, состоялись заключительные матчи 18-го тура. ЦСКА принимал тульский арсенал, а Краснодар встречался на своем поле с Тамбовом. В матче с Тамбовом краснодарцы показали не самую лучшую игру. Фото, РИА новости. К очередным играм в чемпионате армейцы краснодарцы подошли в разном настроении. На минувшей неделе эти команды провели ключевые встречи в Лиге Европы. И если ЦСКА распрощался со шансами на выход в плей-офф после поражения от Лудогорца, 0-2-1, то Бекки одолели на своем поле Базель, 1-2-0, и все еще могут пробиться в следующую стадию. То ли еврокубковые баталии сыграли свою роль, то ли просто это был не их день, но ЦСКА с Краснодаром оступились и упустили шанс приблизиться к лидеру чемпионата «Зениту». Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу. Армейцы так и вовсе проиграли. Все лишил точный форвард Арсенала Данила Лесового на 52-й минуте. Как итог 1-2-0 в пользу Туликов. Что касается Краснодара, то южане не сумели на своем поле переиграть Тамбов, 0-2-0. И теперь в активе команды Сергея Матвеева столько же очков, сколько у Локомотива, 42. До конца года в российской премьер-лиге осталось провести один тур. Вне зависимости от его результатов зимний чемпион уже известен. Им стал «Зенит», который все больше увеличивает отрыв от конкурентов. Наверное, все логично. Да, у питерского клуба был определенный спад на старте сезона, но довольно быстро он вновь стал побеждать. Что символично, зимним чемпионом команды Сергея Симака стало благодаря победе над самым принципиальным соперником «Спартаком» 1-2-0. Минус. «Зенит» победил «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Очередной битве двух столиц предшествовал скандал. В центре внимания оказался Артем Дзуба, которому часть болельщиков красно-белых до сих пор не могут простить переход в «Зенит». Все началось с оскорбления форварда на матче сборной против «Сан-Марина». Продолжилось нецензурными кричалками на игры «Спартака» с «Уралом», после которой КДК оштрафовал московский клуб за неподобающие поведения своих фанатов. Не обошлось без эксцессов и во встрече в Санкт-Петербурге. Началось все после гола хозяев, в котором непосредственное участие принял капитан российской сборной. Когда фанаты «Спартака» стали кричать в адрес Артема оскорбления, на стадионе включили колонки, заглушающие выкрики болельщиков. Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю это сектантам, которые фашисты. Остальные нормальные болельщики. Такую фразу бросил Дзуба в смешанной зоне после матча, обращаясь к тем, кто его освистывал. В свою очередь главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что Артема мотивирует моменты с несправедливой критикой. Он справляется и действует для команды. Гол был забит с его участием, еще были эпизоды, когда он помогал партнерам, сказал Семак. Минус. Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России, что касается матча в целом, то, по мнению рулевого «Сине-бело-голубых», его футболисты заслужили победу. При этом Семак подчеркнул, что Спартак его ничем не удивил. И что петерцы знали, как обороняться и выстоять даже после удаления Магомеда Аздаева в начале второй половины. Соперник не удивил. Мы справлялись с его атаками даже в меньшинстве. В такой ситуации сложнее играть, хотя и у нас были хорошие моменты. Нужно было реализовать хотя бы один из них, и не было бы нервотрепки, поведал Семак. Спартак и правда разочаровал. Имея численное превосходство на протяжении почти целого тайма, москвичи так и не смогли вырвать ничью. И в результате красно-белые опустились на восьмое место. К слову, спартаковцы ниже всех столичных клубов в таблице. Спортфутбол. Чемпионат России. Спортивные организации. Футбольные клубы. ЦСКА. Спортивные организации. Футбольные клубы. Арсенал, Тула, спортивные организации футбольной клубы Тамбов чемпионат России по футболу 2019-2020.